Дорогие друзья, позвольте мне начать сегодняшнее видео с небольшого вступления. Оно будет предназначено для тех, кто не видел первую часть видео из Дворца Колонна. В течение одной минуты я постараюсь объяснить, что было в первом видео. А лучший был бы вариант, если бы вы перешли по ссылке, которую я прикреплю вверху к видео, и посмотрели первую часть. Посетив Дворец Колонна, вы можете узнать об истории одной из самых богатых и знатных семей в Риме, которая жила здесь на протяжении восьми веков. Дворец был перестроен в XVII веке. В Большом зале на потолке самое важное событие этой семьи. На большой фреске изображена победа Марка Антонио Колонны в битве при Лепанто. Залы украшены скульптурами, картинами известных художников, выставлены предметы мебели, в число которых входят консоли, великолепные зеркала, которые до сих пор являются оригинальными. Осмотрев все это великолепие, можно перейти в апартаменты принцессы Изабеллы. Мы спускаемся вниз по лестнице во внутренний дворик дворца, где можно немного отдохнуть и перекусить. При входе во дворец Колонна стоит флакончик с дезинфицирующим средством для рук, которым я воспользовалась. И меня на протяжении всего осмотра галереи Колонна сопровождал прекрасный аромат с нотками апельсиновых цветов. Этот аромат у меня сейчас ассоциируется с дворцом Колонна. Я сразу же купила себе небольшой флакончик и ношу его сейчас в сумочке. Производителем этого продукта является Лаура, в чей магазин мы заходим, проходя по одному из моих маршрутов по Риму. На самом деле, друзья, из Рима можно привезти не только какие-то сувениры, но и аромат Рима. В магазинах Лауры можно купить аромат римских церквей, аромат барокко, картин Караваджо, Леонардо да Винчи и римских дворцов. Это один из самых моих любимых магазинов. Все, что вы увидели или увидите во дворце Колонна, надолго останется у вас в памяти и на фотографиях, которые вы сделали. Но чтобы усилить это чувство, можно купить небольшой флакончик для того, чтобы увезти его с собой. И аромат этого дворца надолго останется с вами. Почему именно дезинфицирующее средство для рук с нотками апельсиновых цветов? Все очень просто. Потому что в саду этого дворца очень много апельсиновых деревьев, которые при цветении одурманивают всех, кто приходит во дворец весной. В родной семье Колонна были две женщины, которые остались в истории. О них писали книги. Первая из них, конечно же, это Виктория Колонна, друг и муза Микеланджело. Они обменивались стихами, питая безграничное взаимное уважение и привязанность. Они очень часто переписывались и даже встречались во дворце Колонна. А в Сикстинской капелле на фреске «Страшный суд», который является самой большой и самой дорогой фреской в мире, Микеланджело даже изобразил Викторию Колонна. И вторая женщина, о которой долго говорили и даже писали книги, это была Мария Мончини. Сейчас я вам расскажу, кто же была такая Мария Мончини. Если вы были в Риме, то ее бюст вы могли видеть на фасаде церкви, которая находится напротив фонтана Тревис. Позвольте, я перемещусь на некоторое время в фонтану Тревис, чтобы рассказать вам историю про Марию Мончини. У Джулио Мазарини, кардинала и дипломата Франции 17 века, было шесть племянниц. Их называли «мазаринетками». Из всех его племянниц самой знаменитой стала Мария, та самая девушка, в которую был влюблен король Любовик XIV, король Солнца. Он хотел на ней жениться, но, к сожалению, не все могут короли. На маленькой площади, где находится фонтан Тревис, есть церковь Санти, Винченцо и Анастасио. По приказу кардинала Мазарини церковь была отреставрирована и переделана в стиле барокко. Обычно фасады церквей украшают скульптурами святых и апостолов, но фасад этой церкви с левой и с правой стороны украшен обнаженными фигурами. А в центре мы видим бюст Марии Манчини, любимой племянницей кардинала и возлюбленной короля Людовика XIV. Людовик и Мария были знакомы с детства. С каждым днем девушка становилась все прекраснее и прекраснее. Оказывается, Мария была влюблена в Людовика, но никому не показывала это чувство, пока не случилась беда. Когда король заболел лихорадкой и находился при смерти, Мария сидела у его постели и плакала. Людовик приходил с себя, видел заплаканное лицо Марии, и как только стало ему легче, он решил встретиться с Марией. Встречи были частыми, а потом Людовик и Мария вообще не расставались. Когда Людовик был молодым, он очень часто перекладывал обсуждения государственных дел на кого-нибудь другого. Мария пробудила в нем не только чувство любви. Она пробудила в нем дремлющие чувства, которые помогли ему стать лучше. Он хотел быть самым лучшим в ее глазах. Поэтому он начал активно изучать языки, заниматься, много читал. Можно сказать, что благодаря Марии Людовик король солнца стал тем, кем восхищаемся мы до сих пор. Любовь творит чудеса. Несмотря на любовь между ними, на то, что Мария и Людовик были неразлучны, Мария так и не стала его любовницей. Она была целомудрена и считала, что перед свадьбой это осквернит их любовь. Мария не хотела быть похожей на любовниц Людовика, про которых он через неделю забывал. Она хотела быть единственной и неповторимой. Людовик хотел жениться на Марии. Он даже просил руки Марии у кардинала Мазарини. Но, но по политическим соображениям, в пользу интересов государства, влюбленную пару все время пытались развести. Людовику искали более подходящую бару. И тут вспоминаются строки из песни, что жениться по любви не может ни один король. В итоге король женился, а кардинал Мазарини позаботился о своей племяннице, которая вскоре вступила в брак с Лоренцо Анофрио Колонно. Семья Колонно в то время считалась одной из самых влиятельных семей в Риме. В 1661 году Мария выходит замуж и переезжает в Рим. Как же был удивлен Лоренцо Колонно, обнаружив, что в первую брачную ночь его невеста, а теперь уже и жена, девственница. Он прекрасно знал про отношения Марии короля Франции и Людовика и был уверен, что она была его любовницей. Но после брачной ночи он был горд за свою жену. У Марии родились дети. После третьих родов у Марии ослабло здоровье, это положило конец их интимным отношениям. Они с мужем очень часто стали ссориться, и в конце концов от безразличия своей жены он начал ей изменять. Потом Мария Манчини рассказала в своих дневниках о несчастном браке с Лоренцо Колонно. Спустя 11 лет после замужества Мария бежала из Рима во Францию, прося защиты у Людовика XIV. Ее бегство было большим скандалом. Чтобы заставить ее вернуться в Рим, ее муж Лоренцо Колонно закрыл для нее двери всех европейских салонов и сделал все, чтобы ее не принимали в европейских дворах. Мария путешествовала по Европе, жила в монастырях, хотела принять постриг, но так и не решила лишиться свободы. В Италию она вернулась только после смерти мужа. В 1715 году умирает Людовик XIV, и через несколько месяцев умирает Мария Манчини, пережив своего любимого человека на несколько месяцев. Мария умерла в возрасте 75 лет. Мы переходим с вами в зал Ван Вителли. Он называется так, потому что в зале находится 39 картин голландского художника Гаспаро Ван Вителли. Семья Колонно была главным покровителем Ван Вителли, который приехал в Рим в 1674 году и работал для трех поколений семьи, начиная с Лоренцо Колонно. Вам уже известно это имя. Это муж Марии Манчини. Потом Гаспаро Ван Вителли продолжил писать картины для Филиппа II, сына Лоренцо и Марии, и для Фабрицио Колонно, их внука. И последняя картина, которая была написана Ван Вителли, она тоже находится в этой галерее. Она была написана в 1732 году. Посмотрите, герб семьи даже в камине есть. На видео трудно передать красоту этих картин. Его работы не только прекрасны, но они еще имеют историческую ценность. Это как документы эпохи. На его картинах изображены и задокументированы виды и детали, исчезнувшие со временем. Ван Вителли был одним из первых художников, который писал виды Рима и повседневную жизнь своего времени. И поэтому я считаю, что это уникальные картины, которые помогают нам представить, каким был Рим, Флоренция, Неаполь в 17 и 18 веках. Он стал родоначальником жанра итальянские виды. Ван Вителли писал картины, сохраняя реальные детали. Во многих музеях Рима находятся картины ван Вителли. Например, в Палаццо Курсини, Палаццо Барберини, в Капитолийском музее в Пинакотеке, в Ватикане и в Академии Сан-Лука. Но самая большая коллекция, как я предполагаю, находится здесь, в этом зале. В книге, которую я купила во дворце Колонна, написано, что здесь в зале находятся 39 картин. Моя библиотека пополнилась новой книгой. Я купила замечательную книгу «Все картины ван Вителли во дворце Колонна». Я очень много времени провела у каждой картины, рассматривая детали, исчезнувшие со временем. Дорогие друзья, если вам посчастливится побывать во дворце Колонна, и вы задержитесь в этом зале, именно здесь вам могут предложить лупу, через которую вы сможете рассмотреть все детали картин. Площадь Навона. Такая сдержанная, непринужденная атмосфера в этом зале, и так хочется все рассмотреть в деталях. Мы с вами находимся в апартаментах принцессы Изабеллы, а я еще ни слова не рассказала о ней. Исправляю свое упущение. Изабель, уроженка Ливана, влюбляется в Марк Антонио Колонна, который привозит ее в Италию, и она становится принцессой Изабель. В Риме она смогла с успехом влиться в римское общество. Изабель была очень образованной светской дамой. Она устраивала приемы королевским особам. На ее приемы могли попасть финансисты, банкиры, но только при условии, если они не разведены. Так о ней писали газеты того времени. В тяжелое для страны время, например, в период Второй мировой войны, Изабель оберегала семейную коллекцию картин и скульптур. Именно благодаря ей мы сегодня можем любоваться всем тем, что сохранилось во дворце. В 1947 году умирает принц Колонна. Но, несмотря на смерть мужа, Изабель сохранила положение своего аристократического салона, куда стремились попасть все. Она умерла в 1984 году. Ее дети решили сохранить апартаменты принцессы Изабель в том виде, в каком апартаменты были при ее жизни. Следующий зал называется «Салутино-Роса». Небольшой зал с большим скоплением картин. Мне очень понравились картины фламандского художника Мартина Девоса. Они привлекли мое внимание. Мартин Девос написал много великолепных картин. Он был из династии художников и учился у своего отца. В середине XVI века он отправился в Италию. Посетил Рим, Флоренцию, Венецию, где некоторое время даже работал в мастерской Тинторетто. Аллегория лета. Вак, аллегория осени. Дорогие друзья, заметьте, что по залам гуляю я почти одна. Это позволяет спокойно и не спеша рассмотреть картины и украшения зала. А в нескольких шагах от дворца Колонна у фонтана Треви толпы туристов фотографируются и даже не подозревают о таком сокровище, как этот дворец. В этом зале под картинами находится тайная дверь. Ее можно заметить только по маленькой ручке. Во всех залах дворца расставлены фотографии членов семьи, которые здесь жили. Ян Брегель-старший, картина называется «Энэ и Севилла в подземном мире». Орфей, играющий для Плутона и Прозерпины. Честно сказать, мне хотелось о каждой картине вам рассказать. Но давайте в этот раз я вам покажу апартаменты Изабеллы, а уж в следующий раз, когда пойду, обязательно буду останавливаться и рассказывать о самых интересных картинах. Переходим с вами в парадный салон. В каждом зале можно было увидеть символ семьи Колонну. А в этом зале есть еще и рыбы. Это как раз геральдический символ семьи Колонна и Манчини. Зал посвящен брачному союзу между Лоренцо Колонна и Марией Манчини. В центре на полу находится символ семьи Колонна. А здесь спрятаны две рыбки, символ семьи Манчини. К их бракосочетанию был расписан и украшен этот великолепный салон. Вроде бы все так красиво начиналось, но конец их брачного союза был очень грустным. Марией Манчини была очень красивой и умной женщиной. Она любила устраивать вечеринки и карнавальные маскарады. Именно благодаря ей дворец стал центром роскошных торжеств в стиле барокко во второй половине 17 века. В этом зале стоит резная деревянная колыбелька их первенца Филиппа II. С этой стороны на гербе мы видим только колонну. В 1670 году была завершена фреска на своде. Она приписывается Джиминьяне, Карлу Чези и другим художникам, где празднуется счастливый союз между супругами. Если с той стороны зала на гербе мы видели только колонну, то с этой стороны мы видим уже колонну и двух рыб. Это семейный герб семьи. Семейные фотографии, выставленные в каждом зале, придают уют этому великолепному дворцу. Крокодил встречает нас в зале фонтана. Это, видимо, след прошлого, оставшийся от древнего храма, который стоял когда-то на месте дворца. В зале на столике находятся очень интересные расписные часы в античном стиле. Механизм вращает цифры. Внутри раньше стояла свеча, которая освещала часы. Сейчас внутри электрическая лампочка. Говорят, что на часах в лодке изображены две сестры Манчини, которые вместе бежали из Рима. Сначала в семье Лоренцо Колонна и Марии Манчини было все хорошо, как я вам уже рассказывала. А потом муж стал изменять ей. И однажды Мария переоделась в мужскую одежду и вместе со своей сестрой Артензией бежала из Рима. Роскошный зал, старинная мебель. А в этих залах, мне кажется, до сих пор витает еще память о Марии Манчини, которая любила устраивать здесь вечера, о принцессе Изабелле. Все напоминает о них. Часы, фотографии, картины, мебель. В зале фонтана работал художник Дюге. Он также активно работал и в соседнем зале. Тот зал носит его имя – зал Дюге. Мы обязательно туда зайдем. Во многих залах просматриваются пейзажи, виды на море. Это как напоминание о природе. И, может быть, так и просматривались сады, когда здесь была открытая лоджия. А Сканио Колонна приказал убрать лоджию, которая была на этом месте, и сделать еще две комнаты рядом с залом фонтана. Он заказал украшения сводов зала Тимпеста и зала Дюге. А библиотека позже стала столовой апартаментов принцессы Изабель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» и следующий зал «Дюге» названы по именам художников, которые расписывали эти залы. Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Герб семьи поддерживают пленные турки. Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» Внутренний дворик. За этими столиками можно посидеть, выпить кофе и немножко отдохнуть. Переходим в зал «Дюге». Стены украшены фресками сельскими пейзажами. Зал «Темпесты» Зал «Темпесты» На потолке изображены птицы, а перспектива такая, что действительно создается впечатление, что ты находишься на природе. Зал «Темпесты» Раньше в этом зале была библиотека, а потом его переделали в обеденный зал. Зал «Темпесты» Недалеко от дворца Колонна находится фонтан Треви, у которого постоянное движение и суета. Буквально от рассвета и до заката на площади у фонтана Треви собирается много туристов, чтобы загадать желание и бросить монетку в фонтан, ну и конечно же сфотографироваться. Также недалеко от дворца Колонна много ресторанов, баров, магазинов, вокруг суета. И кажется, что в Риме невозможно найти место, где можно уединиться. Есть такие места, и примером этому является дворец Колонна, который находится в двух шагах от главных достопримечательностей Рима, от шумных толп, и очень мало туристов знают о таких местах. Пройдя однажды через дверь дворца Колонна, вы попадете в интерьеры прошлых столетий. Планируйте правильно свою поездку в Рим и посещайте, обязательно посещайте такие дворцы, как дворец Колонна. В Риме очень много таких мест. Мои маршруты экскурсий по Риму построены именно так, чтобы показать вам не только главные достопримечательности Рима, но и скрытые жемчужины, которые самостоятельный турист пробегает мимо. Мы проходим по очень интересным улицам, которые по-настоящему дают возможность почувствовать римскую жизнь. Заходим во дворики, монастыри, дворцы. Только так можно узнать Рим. Только так можно почувствовать биение его сердца. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. В двух видео я показала вам дворец Колонна, который советую всем посетить. Надеюсь, мое видео помогло вам в планировании ваших римских каникул. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Обязательно делитесь им с друзьями, помогите и друзьям узнать об этом дворце. И, конечно же, пишите комментарии. Ваша Тати Рома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok